Статус криминальный мир. Вор. У вас есть уголовный имя? Андрей Ткач. Ткач или Ткач Неганьский, то есть смотрящий за няганью к городам в Ханты-Мансийске. Это был 2007 год. Уже тогда авторитет попал в правоохранительные сводки, но ни разу не был задержан. В 2013 его повысили и короновали воровской статус. А в 2015 году, уже переехав в Москву, Ткаченко по версии обвинения создал преступное сообщество на Алтае. В Барнауле и Новоалтайске. Это были вымогательства по обвинению кражи, мошеннические действия. Поэтому жертвами становились в ряде случаев предприниматели, либо лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Соответственно, члены организованной группы пытались взыскивать с них несуществующие долги и так далее. В 2016 в Москве Ткача задержали. Сейчас на скамье подсудимых в краевом суде он и его местные соратники. Семь из них вместе с Ткаченко под стражей, еще пять под подпиской о невыезде. В деле фигурирует 21 потерпевший. Основной удар пришелся на Новоалтайск. Там работала большая часть преступной группировки. Кроме вымогательств, считает обвинение, они воровали рельсы, трубы с железной дороги, адвокат Ткаченко от комментариев отказался. А защитники других надеются смягчить статьи и добиться условного срока. Я думаю, что эпизоды, вменяемые моему подзащитнику, лишние, которые были органами предварительного следствия, вменены ущерб, который был причинен моим подзащитным, значительно также меньше. Ну и к тому же, так скажем, предварительные сговоры группы лиц в составе, так скажем, какого-то сообщества тоже ставятся под сомнение. Если что-то было, так скажем, содеяно, то думаю, что не в том объеме, который моему подзащитному вменяется. Подсудимых обвиняют в краже, мошенничестве, вымогательстве, угонах в составе организованной преступной группы. Лидеру Андрею Ткаченко придется отвечать за всех. Если будет доказана его вина как создателя сообщества, при этом имеющим высшее положение в преступной иерархии, ему может грозить вплоть до пожизненного срока. Сегодня к рассмотрению дела так и не приступили. Один из обвиняемых в суд не явился. Следующее заседание назначено на 16 октября. Татьяна Голубева, Анастасия Драган, Андрей Печоркин. Наши новости.